На телеканале «Север» итоговый выпуск новостей о главных событиях Нинецкого округа расскажут наши корреспонденты. Проведение единого госэкзамена, противопаводковые меры и работа в новых экономических условиях. Эти и другие не менее важные темы обсудили на еженедельном оперативном совещании при главе региона. Алина Вучейская продолжит тему. Руководитель Наринмарского объединенного авиаотряда Валерия Стопчук доложил о том, что вертолеты Ми-8 придут на смену самолетам Ан-2. Мера эта временная, коррективы внесла весенняя распутица. Взлетно-посадочные полосы в населенных пунктах округа пока не могут принимать самолеты. Сами Аннушки готовят к летнему сезону, наводят лоск после зимы. Самолеты переобувают слышно колеса. Также директор авиапредприятия доложил о том, что на период половодия в объединенном авиаотряде поставлено дежурство вертолет Ми-8. Кроме того, с 16 мая на период распутицы вводятся дополнительные рейсы вверх и вниз по печоре. Вертолетами в населенные пункты будет завозиться и продовольствие. Учитывая транспортную логистику округа, сейчас у нас завоз осуществляется только на вертолетах. И лет 9 мая была доставка в Ову, Пешу, Индику и Харуту. Готовимся к навигации. Еще одна не менее актуальная тема – подготовка к единому госэкзамену. В этом году сроки его проведения сдвинули на более ранние, поэтому последние звонки в школах пройдут 22 и 23 мая. ИГЖ стартует уже 25 числа. В этот день школьники проверят знания по географии и литературе. А уже к 20 мая все члены государственной экзаменационной комиссии должны быть на местах проведения экзамена. Особенно это касается сельских поселений. В противном случае это будет сверка идти с федерального центра. Если член ГЭК не находится на месте, то мы вынуждены будем детей из этого поселения вывозить сюда на экзамен в город. Поэтому главы еще раз прошу вынесете ответственность перед своими жителями и перед детьми, которые учатся в ваших школах. Я особо подчеркиваю это. До среды. Все должны быть на местах. Также в ходе еженедельного совещания объяснение по поводу сомнительной закупки озвучила начальник станции по борьбе с болезнями животных Ольга Чупрова. Напомню, несколько недель назад активисты Общероссийского народного фронта выявили сомнительную закупку. Ведь станция собиралась закупить двухуровневую клетку для собак за 759 тысяч рублей. Аналог ее стоит в интернете в 10 раз меньше. Кураторы проекта отправили предприятию, объявившему закупку соответствующие уведомления, но не получили обратной реакции. Ситуацию под личный контроль взял Игорь Кошин. Проблема в том, что вы две недели молчали, потом они дошли до меня. Ну, слушайте, вы можете кивать, можете не кивать. Если бы я не встречался с этими активистами, у меня вопросов бы не было. Поэтому я обращаю внимание всех руководителей и всех наших ГРБСников. Если есть обращение от УНФ, пожалуйста, реагируйте сразу и объясняйте, сколько там стоит эта клетка. Понимаете, мы сейчас здесь сидеть выяснять не будем. Также Игорь Кошин напомнил подчиненным, что регион развивается в новых экономических условиях и есть реально выпадающий доход. В условиях того, что деньги сыпаться из корзины больше не будут, у нас приняты антикризисные меры. Нравится это кому-то, не нравится, мы будем их выполнять, коллеги. Значит, нравится кому-то, не нравится, количество чиновников будет уменьшаться. Нравится кому-то, не нравится, бюджетные учреждения будут становиться эффективными. Хотим мы того, либо нет. Есть приняты нормативы, есть майские указы президента, которые мы должны выполнять. И мы будем их выполнять. Кроме того, Игорь Кошин обеспокоен положением дел в ПКТС и ряде других организаций. Глава региона поручил вице-губернатору Алексею Кайдалову рассмотреть вопросы, касаемые состояния предприятий Объединенных котельных и тепловых сетей и ОКРГАЗ. В конце совещания по конференц-связи отчитались главы муниципальных образований Заполярного района. На селе все спокойно.